Что такое культура? Развлечение людей? То есть просто зрелище или стратегический вопрос развития страны? На международном форуме в Санкт-Петербурге на высоком уровне говорят о высоком. Основная тема в этом году – культурные коды в условиях глобализации. Число участников культурного форума превысило в этом году 35 тысяч человек. На площадках культурного форума пройдет более 350 событий. Дискуссии будут разворачиваться по 14 основным направлениям. В гости к нам приехали специалисты из 96 стран мира. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство. Делегацию 63 региона, она, кстати, многочисленная, возглавляет Дмитрий Азаров. У губернатора Самарской области статус тут особый. По поручению президента Владимира Путина руководит рабочей группой госсовета как раз по направлению культура. От этой сферы сходятся во мнении все участники форума, в том числе и иностранные, зависит будущее любого государства. Искусство – это чувство вкуса, формирование личности. И именно настоящие лидеры развивают свою страну. Опыт Самарской области интересен всем участникам. На секции «Фестиваль фестивалей» Дмитрий Азаров рассказывает о проекте «Культурное сердце России». Жители региона голосовали за различные формы мероприятий. И именно с учетом их мнения потом формировалась повестка. Сегодня запрос есть у молодежи на фестивале. Извините, я на молодежном сленге, может быть, сейчас скажу. Но потребность в движухе в любом городе, в любом населенном пункте, она колоссальная. И сегодня молодые люди реагируют как на современное искусство, так и на классическое искусство при правильной подаче, при том, что мы находим правильный формат. Мне кажется, прекрасная идея, которая сегодня реализуется в рамках национального проекта «Культура» – это концертные залы виртуальные. О важности и силе искусства говорит и народный артист СССР Юрий Башмет. Легендарный музыкант в Новокуйбышевске уже в течение девяти лет проводит масштабный форум – Детскую музыкальную академию. Участвуют представители России и стран СНГ. За это время, благодаря прекрасному и высокому, изменился даже город. Отремонтировали школу и территорию рядом. И желающих покорить скрипку – выстраивается очередь. Впрочем, на этих переменах Башмет не остановится. Он уже разрабатывает план юбилейной академии. Я хочу одну гениальную совершенно девушку привезти, которая играет на домбре. Фантастический музыкант. Хочу, чтобы она там попреподавала. Потому что народные инструменты поднять еще. В школе там есть основы. В планах и еще один сюрприз. Дмитрий Азаров предложил Юрию Башмету принять участие в еще одном важном для региона фестивале. Пока это обсуждается. График артиста плотный. Но если все получится, приятно удивлены будут многие. Культура, как и все сферы, развивается. И гениальная порой рождается на стыке жанров. Вообще, к инновациям готовы все учреждения отрасли, говорят на форуме. Новая рождается в театрах, библиотеках. Это сейчас вообще как космические центры. И даже в музеях рады новым технологиям. Надо понимать, что современному посетителю мало просто прийти и увидеть экспонат. Им нужно какое-то погружение. Мы не можем показать, например, экспонат с двух сторон. Мы можем только с одной. Для этого существует дополненная реальность, виртуальная реальность. Погружение в историю экспоната, в его попадание в музей, в какие-то еще вещи. Это возможно с помощью технологий. Международный культурный форум – это обмен опытом, можно сказать, мозговой штурм. Участие в нем принимают российские и иностранные деятели искусств. Представители власти, меценаты, общественники. Завтра у делегации Самарской области насыщенный график Дмитрий Азаров подпишет ряд соглашений, проведет и рабочую группу госсовета по направлению культура. К обсуждению важнейших вопросов губернатор пригласил все стороны. Культура – это не просто развлечение людей, то есть зрелище. Это стратегический вопрос развития страны. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Санкт-Петербург.